Здание столовой Витербургского госпиталя. Это вот вход в столовую. Крылечка, здесь ступеньки, а с другой стороны пандус. Мы пройдем по ним, поднимемся на крыльцо. Здесь останки от фундамента сохранился. Да, фундамент. Здесь, видимо, были какие-то наглядные пособия. Наглядная агитация, плакаты, наставления. Это мало чего было. Это корпус учебный, извините, лечебный. Вот там на углу просматривается на стене Владимир Ильич Ленин. Там приемное отделение. Сегодня 29 июля 2024 года. Витербургский госпиталь. Мы пытаемся посмотреть сегодня котельную, которая здесь находится под зданием столовой. Вот как тут вырастают березки на кирпичной кладке. Мы сюда подойдем ко входу. Вот он, ступеньки. И мы поднимаемся на кольцо. Хода сюда нет, но если сильно хочется, зайти можно. Хоть куда можно зайти. Вон ходит оператор. Это я включил уже заблаговременно на устройстве. Фонарик. Вот вход. Был тут вход. Он сейчас есть, но нам сюда нет доступа. Закрыто. Еще одна. Это вход в столовую. Вот еще одна дверь. Это вход уже также в столовую можно было зайти. и на второй этаж. Там жилая зона. А жилые помещения. Комнаты жилые. Потихоньку мы вот здесь пандус. И мы сюда скатываемся. Вот. А нас интересует сегодня подвальное помещение. Там, где находилась котельная. Или кочегарка. Доступа не было долгое время. Да, не сильно я заглядывал. Но нашли возможность сегодня зайти. И зайдем. Это черемуха. Вот уже черемуха можно спокойно кушать. черемуха. Ну а что я пробую. Черемуха тут. Черемуха. Вот здесь уже подвал начинается. С этого угла в подвале находится банька. Сауна ли. Очень даже неплохая видимо для командного состава. Для командиров или для жильцов. вот здесь как раз эти окна. За этими окнами там банька. А мы дальше потихонечку идем вдоль этой оградки или терельца. Как подросло дерево. И там будет вход. Один из сходу. Вот здесь дорожка подходила. Бордюр. Вот он. И вот он. И здесь сюда видимо ступеньки. Да, ступеньки. И вот мы сюда спускаемся. это один из двух входов. Все это конечно состояние плачевное. Ничем дальше тем будет хуже. Вот мы куда с вами спустились. вон там вход. Но увы, нам туда надо, но мы не можем туда попасть. Мы попадем внутрь с другого помещения. У нас тут окно. Так мы в окно можем кое-что увидеть. Один из котлов стоит здесь. Сейчас фонарь свой включим. Вот фонарь. Помогает или нет или помогает. Вот котел. Один из нескольких котлов. Тут где-то двери должны быть. А как же посмотреть? Невозможно в окно и чтобы все делать. и фонарь держать. Тут не видно никаких дверей. А вон двери заложены. Вот кирпичная кладка это двери. Со основной котельной. Да имеем уже представление. Мы идем дальше. Сюда вниз. По ступенькам фонарь мы уже выключили. Он пригодится в входе. Здесь хода нет. Тут написано душ. Забито заколочено. Зато выключатель есть. еще дальше. С правой стороны перельца только перила. Ступеньки еще ниже идем. Вот мы куда зашли. Не будем туда опускаться. там была дверь в основную котельну. Вот заложено все. Забито. Закрыто. Но мы знаем как зайти. Вот окно из какой-то окно было. И отдушина ли. Мы развернулись на выход. котельной это или кочегар котельной давала пар для котлов варочных которые были в столовой. А также обеспечивала теплом объекты на территории госпиталя. довольно большая котельная. Там мы один котел увидали. Мы это в окно его посмотрели. И потихоньку выходим и идем как к другому входу. Вот здесь заросли зацепился как. Ландыши это ландыши. Это здание клуба. Повторяюсь напротив. А дальше там здание праздничное. И так дальше к автопарку. Я не знаю что было. Бетонное основание. Вот тут мы заглядывали. заколочены двери. А основная котельная или котлы основные вот здесь были. Вот с этой стороны. И мы туда намереваемся зайти. Это ископано тут животное. Кабаны. Дикие кабаны. Хорошо себя чувствую здесь. Времени сейчас ближе к пяти. Скоро семнадцать часов. Двадцать пять или двадцать шесть тепла. Хорошая солнечная погода. Вот мы на угол вышли. Вот здесь вход с этого угла. А это здесь склад был. ли? Склад. Складировался уголь. Брикеты топлива. Мы сюда вышли. Он огорожен забором бетонным. Это яма, куда засыпался уголь. Или же брикеты. Там вагонетками растаскивался. Тележками. Посмотрим и на вагонетку. Это столовая, в подвале которой находится котельная. И мы туда стремимся. Опять же все это дикие кабаны такие растения произрастают на бетоне. вот тут нападал строительные древесные останки, листья, мох какой-то. И растут теперь другие растения. И мы здесь завершим видео, начнем другое. Иначе будет длинное, у нас не получится. Все, что мы хотели, не войдет в один видеоролик. Вот забор, который я упомянул. Вот видно. там дальше правое крыло корпуса Тарбовского госпиталя. В сторону автопарк прачечный. В подвале этого здания столовой котельной мы в нее пойдем. в следующем видео.